Встретить наших субботних гостей мы решили при свечах не просто так. Дело в том, что сегодня акция, всемирная акция «Час земли» она называется. О том, где лучше всего быть в Красноярске, чтобы оказаться в гуще событий. Мы поговорим с нашими гостями Натальей Трофимовой, руководителем Алтая-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы, и Николаем Трегубовым, организатором ночного забега. Доброе утро. Доброе утро. Вполне уютно вам в нашей студии. Мы уже отказались от части электричества, которая нам требуется для проведения прямого эфира. Но давайте поговорим о предстоящей акции. Все-таки когда и кто впервые придумал отключать электричество? В 2007 году ВВФ Австралии совместно с созданием «Сидней Монинг Херард» решили устроить такую акцию. Попросили сиднинцев отключить на один час электричества. И на удивление всем к этой акции откликнулось очень много, порядка двух миллионов жителей. Это стало знаковым событием, всем понравилось. И на следующий год уже 132 страны присоединились, и порядка двух с половиной тут уже 35 стран. И решили эту акцию сделать знаковой. Решили, что это будет международная акция, в которую каждый житель планеты может задуматься о том, как же мы живем, какая же у нас экология, и дать немножко времени еще нашей планете. А ради чего это делается? Не просто, чтобы сэкономить электричество? Люди думают именно об этом? Ну, хотя мы понимаем, что это огромные деньги, даже если на один час всего лишь по всей Земле отключить электричество. Ну, такие подсчеты на самом деле делаются крайне редко. Допустим, мы в Красноярске еще не считали, но в Москве... Нет таких, да, данных по нашему краю? По Красноярску, к сожалению, нет, но по Москве есть такие данные. В Москве ежегодно отключается порядка 800 зданий. И поэтому там, плюс ко всему, это же мегаполис, там живет очень много людей, поэтому там это достаточно существенно получается. В Красноярске, я надеюсь, что когда мы всем городом начнем отключать электричество, то мы тоже обязательно пересчитаем нашу экономию. Но на самом деле суть, естественно, не сэкономить электричество, а суть состоит в том, чтобы вот на этот час люди просто-напросто задумались о том, как же мы живем, о том, какой урон мы планете наносим. Вот, допустим, в этом году каждый год это новая какая-то, получается, идея, а что нам нужно задуматься. Вот в этом году тема акции «Час Земли» — это экологический след. Экологический след — это то количество земли, суши либо моря, которое необходимо нам для того, чтобы вырабатывать ресурсы для нашего потребления и перерабатывать наши отходы от каждого человека. И, в принципе, было посчитано, что если все жители на Земле будут жить как среднестатистический россиянин, то нам уже сейчас требуется две с половиной планеты для того, чтобы можно было каким-то образом это все восполнять. Но планета у нас одна, поэтому… Ну, столько, да, у нас нет пока в распоряжении. Николай, скажите, а вот начну из-за… Что это за акция? Что она собой представляет? Ну, мы в этом году решили провести в 29 городах мира совместно с Фондом «Дикой природы» такую акцию, которая пройдет как раз в рамках «Часа Земли» и сделать забег на 2016 метров. Чтобы люди смогли себя чем-то занять, когда у них свет дома отключен, они смогли всей семьей прийти и пробежать 2016 метров очень символичную дистанцию и поддержать акцию. И потом об этом рассказать уже своим друзьям и родственникам, чтобы они включились и в следующий год. В который час у нас «Час Земли»? А с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка у знаковых зданий города Красноярска. Это правительство и администрация. Погаснет свет, погаснет подсветка на часовне по Роскеве-Пятнице в парке Горького и на колесе обозрения. Ну и, конечно, в квартирах красноярцев, я думаю, тоже погаснут. Многие лампочки. По крайней мере, у нас с Николаем точно. А скажите, а где планируется этот забег? Куда приходить всем тем, кто пожелает в нем поучаствовать? Забег сегодня вечером состоится. Собираемся в 20.00 на площади Мира возле Вантового моста и стартуем в 20.30 в сторону острова Таташев и назад на площадь Мира. Какое-то определенное количество участников планируется? Или если придет просто громадное количество людей, всех примите и все побегут? Мы примем, конечно же, всех. Мы заготовили 840 светящихся неоновых браслетов, чтобы люди в темноте не потерялись, не произошло никаких столкновений. Поэтому, кроме того, что это полезно для нашей планеты, это еще будет и красиво. У нас будут фотографы и видеографы, которые смогут вас заснять с этими браслетами, с куклой большой пандой, символом WWF. Поэтому у вас останутся еще яркие впечатления после этого. А уже заявки были какие-то от участников? Предварительных заявок у нас уже около 400, но мы знаем, что не все люди регистрируются. Кто-то приходит без регистрации, поэтому будет достаточно массовое мероприятие. Скажите, а вообще охотно люди откликаются на такие акции, которые на самом-то деле глобальные акции и очень нужные? Конечно, безусловно. У нас с 2009 года в Красноярске проходит и несколько площадок работает. То есть кроме забега у нас еще запланированы акции. И каждый год все больше людей узнает об этих акциях. Например, мы принимаем батарейки с 2 до 5 часов вечера в планете. И в течение года уже спрашиваю, когда же будет эта акция. Мы накопили целый мешочек батареи, когда нам это приносить. Вот вы сказали, что несколько площадок еще будет помимо забега. Где эти площадки? Что за площадки? И где узнать всю информацию? Куда можно будет сегодня прийти? Всю информацию могу сейчас рассказать вам я. Либо у нас на сайте www.ru.ru, можно узнать всю информацию, которая будет вообще в городах по России проходить. У нас в Красноярске какие акции планируются? С 14 до 17 в торговом комплексе «Планета» приносит отработанные батарейки. Мы обменяем их с нашей символикой. Затем в 20.00 будет проходить акция в культурном пространстве Каменка Приходите туда с фонариками, приводите своих друзей Там можно будет попить ароматный кофе и послушать замечательную музыку виски пигмея Хотри В этот момент также у нас будет забег с 20.30 до 21.30 И в течение всего дня в Троевом ручье можно будет приходить, приносить батарейки И там можно будет получать дисконт на билеты в парк Спасибо вам большое Даже если, я хочу добавить, даже если вы не планируете куда-то сегодня отправиться по указанным адресам Просто посидите дома в темноте, помедитируйте и подумайте о судьбе нашей планеты Я напомню, у нас в гостях Наталья Трофимова, руководитель Алтая-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы И Николай Трегубов, организатор ночного забега Спасибо вам большое за вашу инициативу Спасибо, мы ее обязательно поддержим Спасибо, приходите